Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! 30 июня в Ульяновске состоится встреча Ковчега с мощами Святой Блаженной Матроны Московской. Владыка, почему тысячи людей молятся Блаженной Матроне? Вы знаете, есть такая хорошая народная поговорка – к сухому колодцу люди не идут. Она молилась за людей, когда была жива, и продолжает, как и все святые, молиться и сейчас. Поэтому люди идут к ней, поэтому люди ее так почитают, поэтому люди ее любят, без привлечения, можно сказать. Конечно, по отношению к святому, любимый, нелюбимый, как-то не очень хорошо говорить, но в данном случае Матрону Московскую можно назвать одной из любимых святых нашего народа. Это такой вот феномен. Напомните ее, жди. Мы знаем, что она, в общем-то, была человеком немощным, и в своей немощи провела в слепоте и в малоподвижности, провела практически всю свою жизнь. Но при этом у нее образовался такой навык непрерывной молитвы. И она молилась сама и молилась о людях, которые были рядом с ней и приходили к ней. Ну и вот она, знаете, когда человек лишается какого-то, допустим, одного вида чувства, вот она была слепая, но как-то вот благодаря молитве Господь даровал ей без привлечения прозорливость. Она чувствовала, она видела, она знала тех людей, которые к ней приходили. Это, конечно же, во-первых, производило очень сильное впечатление на всех окружающих. Люди всегда поражаются таким вещам. Но и потом ее молитвы действительно помогали, и об этом все помнили, знали. Ведь ее такое официальное церковное почитание началось не так давно, в 90-е годы. А на кладбище, где она была погребена, Даниловское кладбище, недалеко от храма, там старинный храм, который не закрывался, кладбище это действовало в советские годы, всегда было очень много людей. Но ее могилы всегда, там были живые цветы, всегда там служились панихиды, люди приходили, заказывали, были записки, туда люди приносили. Вот, и это почитание было достаточно большим, даже тогда, когда официального прославления еще не было. Но потом вот она так была официально прославлена, и люди уже пошли отовсюду. Вы знаете, ее почитают не только в России. Все, кто бывал в России православные, да и не только православные, они очень так, с таким большим почтением, с большим благоговением относятся к этой удивительной святой. – А знаете ли вы лично какие-то случаи ее помощи? – Да, очень много. – Ну, к примеру. – Ну, это всегда очень личное, очень частное. Видите, в чем дело, люди просят помощи, помощи в своих каких-то житейских нуждах, помощи в семейных обстоятельствах, и эту помощь получают. Вот это, и это остается с ними на всю жизнь. – Откуда будет доставлен ковчег и где он будет находиться? – Ковчег с частицей мощей Блаженной Матроны будет доставлен из Новомосковско-Тульской области. Это ее родина, и вот обычно эту частицу возят по епархиям. Несколько раз она была у нас в Саратове, когда я там был. И вот сейчас вот приедет к нам в Ульяновск. – Скажите, есть ли в наше время святые, такие как Матронушка или Батюшка Серафим Саровский? – Я не могу ответить на этот вопрос. Они есть по определению. Не стоит село без праведника, не стоит земля без праведника. Но если они, сказать можно только после их кончины Блаженной. Поэтому вот так, если вам скажут, что вот поехали у нас автобус к святому или прозорливому, вот этому верить не надо, потому что когда начинается такая реклама, то, как правило, это просто коммерческие кольты. А есть ли рабы Божии, есть ли угодники Божии? Конечно, есть. Когда их не будет, то и нас всех не будет. – Вот как можно попросить святого, чтобы он избавил от злобы или зависти? С какими просьбами надо обращаться к святой? – Видите, в чем дело? Вот надо очень четко себе уяснить, раз и навсегда. Святой никого ни от чего не избавляет. Избавляет Бог. И наше собственное желание, стремление и усердие – избавиться с помощью Божией. – Святой для нас ходатай. Вот вы, есть вот какой-то человек, он идет, у вас сосед, допустим, он идет в церковь, соседка. Она ходит в церковь, такая церковная, хорошая, такая бабушка. А вам некогда, у вас работа, дети, еще что-то. Вы говорите, Марья Ивановна, вот пойдете в храм сегодня, да, помолитесь за меня, пожалуйста. Она говорит, хорошо, помолюсь. И пойдет помолиться. Вот точно так же мы просим святых. Мы говорим, в церкви поем, святителю Отче Николая, моли Бога о нас. Мы не говорим, помилуй нас. Мы не говорим, Господи, помилуй. Да, святая блаженная Матрона, моли Бога о нас. И так далее. Всем святым мы обращаемся с просьбой, чтобы они помолились за нас, Богу. И вот, а уж о чем молиться, ну, конечно, можно сказать, о каких-то своих недостатках, своих… Но надо всегда понимать, что чудо может быть только очень необходимым для человека случай. Если человек потенциально может потрудиться над собой и избавиться, Господь не отнимет у него его недостатки просто так вот мгновением руки в раз, вот так и нет. Да он был плохим, стал хорошим. Ничего не изменил в своей жизни, не приложил никакого труда, никакого усилия. Но вот просто вот был злым, стал добрым, был жадным, стал щедрым. Такого не бывает. Нет, наверное, может случиться в каких-то очень исключительных случаях, если это человеку нужно, и если Бог видит, что он не сможет сам ничего сделать. Но, как правило, конечно, человеку нужно прилагать усилия, обращаясь к Богу, прося его помощи, но обязательно при этом самому трудиться. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В наш адрес поступило обращение с просьбой пояснить, зачем верующие люди в православных храмах подают записки. Отвечая на этот вопрос, следует сказать, что записка о здравии и о покаянии в первую очередь является некой просьбой верующего человека к священнослужителям вознести своей молитвы во время богослужения, преимущественно за божественной литургией. Фактически, это есть стремление прихожан молиться о своих близких и знакомых в совместной соборной церковной молитве. Потому что сам Господь в Евангелии сказал, что если двое на земле соберутся просить о всяком деле, то, что не попросят, дано будет им от Отца Моего Небесного, говорит Христос, «Ибо где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них». Записки бывают двух видов – о здравии и о упокоении. По словам «здравие» мы подразумеваем не только здравие физическое, но и духовное состояние человека. В такую записку мы вносим имена православных крещенных людей, которым мы желаем здравия, спасения и долгоденствия. В записке о упокоении мы указываем имена наших усопших сродников, близких и знакомых. Лучше всего записку подавать заблаговременно, например, во время вечернего богослужения или до начала Божественной Литургии, для того, чтобы священник мог помянуть их при совершении проскомидии. Как уже было сказано выше, в записке мы указываем, вносим имена православных крещенных людей, при этом имя указывается полностью в родительном падеже, то есть кого – Сергия, Людмилы, Павла, Наталии и так далее. В записках не следует упоминать фамилии, отчества, титул или степень родства с тем или иным человеком, потому что сам Господь-серцеведец знает, о ком возносится молитва и за кого подавалась эта записка. Но при этом мы можем указывать перед именем следующее, например, младенца – это дети в возрасте до 7 лет, отрок – это люди в возрасте от 7 до 15 лет, болящий, путешествующий воин. Хотя такое уточнение преимущественно характерно для небольших приходов, где священник знает всех своих прихожан, и подобные уточнения помогают ему понять, о ком идет речь. Господь же не нуждается в таких уточнениях, потому что сам знает об обстоятельствах нашей жизни. В записках о упокоении мы можем написать новопредставленный, это человек, со дня кончины которого не прошло еще 40 дней, либо преснопоминаемый, либо убиенный. В православной церкви, помимо того, что записки поминаются за божественной литургией, существуют еще и частные богослужения, которые называются «требы». Это название происходит от того, что такие богослужения совершаются по требованию прихожан. Это молебен, в котором мы возносим молитвы о здравии, или панихида, где мы молимся о упокоении наших усопших. Как оформить записку для молебны или для панихиды? Вверху записки мы пишем, например, «Молебен, благодарственный Спасителю», и внизу уже указываем имена в том порядке, как было сказано выше. Если мы подаем записку для панихиды, то мы указываем «панихида», и имена также вписываются тем же порядком. Следует помнить, дорогие братья и сестры, что самое большее, что мы можем сделать для наших близких, в особенности для усопших, это подать записку для поминовения на божественной литургии. Это долг каждого христианина молиться друг за друга и за весь мир. Поэтому этим не стоит пренебрегать. Но следует и не забывать тот факт, что о близких мы должны молиться и дома в своей частной молитве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова